Как предсказывали синоптики, республику вновь накрыло циклоном сильные снегопады и метели, оккупировали Чувашию. Успевают ли коммунальщики вовремя расчищать дороги и дворы, сегодня обсудили на еженедельном правительственном совещании. Декабрь не радовал снегопадами и кажется, что январь решил наверстать упущенное. Хотя за окном наносовая температура для коммунальных служб наступило самое горячее время. Работало на неделе около 250 единиц техники, в том числе около 100 единиц привлеченной. Нужно отметить здесь, что не хватает специализированной техники нашей компании «Дорекс». Необходимо, на наш взгляд, закупить еще около 30 единиц, это около 100 миллионов рублей, для того, чтобы своевременно и более качественно проводить работы. Но в целом оцениваем, что дороги общего пользования и второстепенные дороги убираются удовлетворительно. Одна из проблем также это уборка дворовых территорий. На сегодняшний день нужно признать, что не хватает дворников, по нашей оценке это около 400 человек. Трактора в каждом районе около 20 штук работают. Не все еще мы оснастили спутниковой системой, но я думаю, что до 1 февраля эту работу завершим. Нужно отметить, что жители, хотя и требуют с нас сегодня своевременную уборку, тем не менее сами этот процесс тоже не контролируют. По-прежнему актуальна проблема уборки внутренних дорог, но решить ее самостоятельно коммунальщики не успевают. Жителям многоквартирных домов тоже нужно присоединиться к уборке или хотя бы не препятствовать работе техники. Парковать машины на оборудованных дворовых или городских парковках, а владельцам гаражей загонять автомобили в боксы. Также автовладельцам следует убирать снег не только на месте стоянки, но и вокруг, либо нанять дворника. И с этой точки зрения мы должны быть всегда готовы, мы должны организовать работу, убедить, давать варианты. Кто готов платить, пускай оплачивают, если сами не хотят работать. Кто не готов, пожалуйста, значит, оплатите. Сами пускай берут лопаты. Сильный снегопад не обошел стороной и город-спутник. Проблема заснеженных дворов также характерна для Новочебоксарска. Пятница, суббота, воскресенье, вчера, когда снег был, в общем-то, основное уделили заездам на территории, на квартирных домов. На сегодняшний момент считаю, что обстановка удовлетворительная. В Мариинско-Посадском районе метель оборвала линии электропередач, и несколько населенных пунктов остались без электричества. Первый случай это был в 8.30, в течение двух часов устранили, электроэнергию подали. А второй еще три населенных пункта в 10.40 и отработали. В 14.30 устранили все недостатки. Поэтому, слава богу, все это было в дневное время, в ночное время было сложнее, потому что надо выезжать именно в отдаленные места, где подстанции в дневное время сработали. На первый план вышел вопрос и о расчистке Чебоксарского аэродрома. По словам главы республики Михаила Игнатьева, только экстренные погодные условия могут препятствовать авиасообщения. Содержать взлетные полосы в рабочем состоянии – первоочередная задача руководства аэропорта. Екатерина Куприна, Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика.